В апреле этого года ФБР и Госдепартамент США объявили о вознаграждении в размере 5 миллионов долларов за информацию, которая приведет к аресту Семена Могилевича. Несмотря на внушительную сумму, писать доносы на этого человека люди не спешат. Беспокойство за свою жизнь сдерживает граждан от обращения в полицию, а сам Могилевич тщательно скрывается. Почему на этого пожилого мужчину американские спецслужбы буквально открыли охоту? Какие аспекты прошлого сделали его сверхвлиятельным и авторитетным представителем преступного мира? Обязательно досмотрите это видео до конца, там мы расскажем о том, где и как живет человек, за которым охотятся сразу несколько государств. И ваш лайк под этим видео очень нам поможет. Лучше всего о Семене Могилевиче расскажет его послужной список. Вот в чем власти Соединенных Штатов его обвиняют. Рэкет, обман тысяч инвесторов на сумму более 150 миллионов долларов, почтовое мошенничество, вымогательство, мошенничество с использованием электронных средств коммуникации и отмывания денег. Местные средства массовой информации называют его крупным криминальным авторитетом. В подразделении по борьбе с организованной преступностью и бандами уголовного отдела Министерства юстиции США так описывают его внешность. Белый мужчина, рост примерно 170 сантиметров, вес 131 килограмм, лысеющий с седыми волосами и зелеными глазами. Американские силовики предполагают, что он скрывается в Москве и выпускают листовки, зазывающие людей, в том числе и граждан России и Украины, приинформировать ФБР о его местонахождении и за это получить огромную сумму. Охотились за Семеном не только в США. Так, в России мужчина был фигурантом дела о неуплате налогов парфюмерной сетью. Правда, наказание он так и не понес. Сейчас ему глубоко за 70 и значительную часть этого времени за ним пристально следят правоохранительные органы и спецслужбы самых разных государств. Семен Могилевич родился 30 июня 1946 года в Киеве. Есть информация, что он получил диплом экономиста во Львовском университете. Его криминальный путь начался в середине 70-х. Тогда советскому гражданину Могилевичу предъявили обвинение в валютных преступлениях, а потом и в мошенничестве. По этим двум статьям он и получил судимости. Исследователи криминального мира говорят о его связях с Люберецкой, а впоследствии с Солнцевской группировками. На Ютубе есть множество видео про бандитские группировки 90-х. Но чтобы вам было интереснее и вы могли лучше погрузиться в то время и в эту тему, я нашел реальные видео перестрелок, убийств и задержаний того времени. Здесь их опубликовать нельзя. И если вы слишком чувствительны, то тоже лучше не смотреть. Поэтому вы можете прямо сейчас подписаться на мой телеграм-канал по ссылке в описании и продолжить просмотр. А там эти видео будут немного попозже. На волне перестройки совместно с криминальным авторитетом Сильвестром он создает фирму Arbat International, занимающуюся морскими перевозками грузов на арендованных у Черноморского пароходства судах. Затем к списку активов добавляется кооператив Нукова, владеющий сетью платных туалетов на московских вокзалах. В начале 90-х мужчина обосновался в Европе и стал вести бизнес в Соединенных Штатах. Когда акции и его компании аномально подскочили в цене, ими заинтересовались американские спецслужбы. ФБР провело расследование и выяснило, бизнес фиктивный, а сам предприниматель нарушает один закон за другим. Могилевич усветило 400 лет тюрьмы, да-да, именно столько, и он решил скрыться в Венгрии. Слежка была тотальной. Чудом избежав облавы во время очередного рейда спецслужб, бизнесмен связался с полицией и договорился о встрече. Вот что вспоминает о нем один из оперативников, присутствовавших на тех мероприятиях. Подъехала огромная машина. Это был черный лимузин, из которого вышел Семен Могилевич. Он был в кепке и напоминал Ленина. На его руке был Ролекса, под ногтями грязь. В Венгрии он женился на местной девушке и получил гражданство. Бизнесмен завладел десятком ночных клубов и приобрел несколько заводов, связанных с производством оружия. Ряд исследователей преступного мира утверждают, что заводы служили прикрытием для контрабанды вооружений. Потом были мотания по Европе и приезд в Россию. Москва точно не экстрадировала бы Могилевича в США. В этот период бизнесмен раздает интервью СМИ. 24 апреля 2003 года в Пенсильвании против Могилевича и его сообщников было выдвинуто официальное обвинение, состоявшее из 45 частей, которое больше походило на уголовный кодекс, чем на обвинение привычного вида. Так много в нем было подпунктов. По некоторым сведениям, мужчина был причастен в том числе к отмыванию 10 миллиардов долларов русской мафии через американскую банковскую систему. Правда, этот судебный процесс, который, кстати, инициировали российские таможенники, был в итоге прекращен. Правоохранительные органы США неоднократно обращались с просьбой об экстрадиции Могилевича, но получали отказ. Западные спецслужбы сходили с ума от обилия имен и паспортов, которыми он пользовался. Общее число псевдонимов Могилевича огромно. Вот лишь неполный список имен и фамилий, под которыми он известен международным спецслужбам и СМИ. ФБР вбрасывало в средства массовой информации самые разные сведения. Якобы Семен был причастен к отмыванию миллиардов, полученных от операций с афганским наркотрафиком, или о встрече с самим Усамой Бен Ладеном с целью продажи ему обогащенного урана, украденного на территории бывшего СССР. При всем уважении к спецслужбам, такие вбросы выглядят слишком фантастично. Сам предприниматель эти сведения категорически отвергал, утверждая, что после перенесенного сердечного заболевания отошел от большого бизнеса и в основном сидит дома. В 2005-м Могилевич оказался участником скандала в Украине. По некоторым сведениям, в поле зрения СБУ он попал еще в 93-м, и дело, заведенное на него к середине нулевых, состояло из 3000 страниц. Поговаривают, что в 2005-м, во время смены руководства СБУ, дело было уничтожено. Со временем Могилевич приобрел статус ключевой фигуры подсоветской мафией в Европе, а американские спецслужбы называли его бесспорным лидером российской международной преступности. Еще в далеком 2001-м году новая газета писала, что британские власти оценивали его состояние в 100 миллионов долларов. По сведениям полицейских органов разных государств, у него около 15 различных паспортов, но сейчас он пользуется именно российским. 24 января 2008 года Могилевич был арестован вместе с владельцем сети парфюмерных магазинов «Арбат Престиж» Владимиром Некрасовым. Предпринимателям были предъявлены обвинения, согласно которым они обвинялись в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. С учетом неуплаченного налога на прибыль, сумма ущерба, понесенного государством, составила 115 миллионов рублей. В том же месяце СМИ сообщили, что «Арбат Престиж» прекращает свое существование. Спустя годы судебных тяжеб дело было закрыто за отсутствием состава преступления. В апреле 2013-го Могилевич входит в рейтинг 500 самых влиятельных людей мира, составленный американским журналом Foreign Policy. Во многих странах Европы он объявлен персоной нон-грата. Местонахождение мужчины сейчас неизвестно. Однако ФБР не оставляет надежд его поймать. Он даже входил в десятку наиболее разыскиваемых американскими спецслужбами лиц. Несмотря на то, что бизнесмены ищут в Великобритании и США, он как неоднократно отмечалось в прессе, спокойно жил в Москве и занимался международной экономической и торговой деятельностью. А где он сейчас, остается лишь догадываться. Если вы хотите продолжить смотреть что-то похожее, могу посоветовать видео на моем канале о тюремных бандах США с их настоящими схемами и драками. Видео вышло какое-то время назад, но оно актуально до сих пор. Переходите по ссылке в описании, смотрите и подписывайтесь на канал. Также напоминаю про телеграм, в котором будут видео без цензуры про разборки 90-х. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. На связи.